Продолжение следует... 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 Как всегда, любое изменение содержимого курса начинается с значка карандашика, и мы его включаем. Как всегда, при включении значка карандашика у нас появляются дополнительные управляющие элементы, которые позволяют нам добавлять темы. Напоминаю вам, темы — это контейнеры для элементов, ну и сами элементы тоже. То есть вот я сейчас в определенной теме, правда, это чужая тема, наверное, я ее не буду трогать. Давайте я какую-нибудь тему добавлю сюда. Вот, то есть добавляю здесь тему. Вот ее название по умолчанию, тема 13. И, как видите, тема добавляется, как правило, к тем группам, к которым я приписан. Ну, вы уже знаете, каким образом от, так сказать, вот этих ограничений избавляться, мы уже к этому возвращаться не будем. Вот, сейчас нам это не так уж и важно. Вот, мы сейчас здесь создадим интерактивную лекцию. Итак, для того, чтобы создать интерактивную лекцию, нажимаем кнопочку «Добавить элемент или ресурс», и открывается вот такая вот таблица. Таблица элементов, которые мы можем составлять на наш курс. Вот, и тут довольно много всего. Мы уже об этом говорили. Вот, и помимо всего прочего, есть так называемый интерактивный контент. Интерактивный контент. Вот, давайте нажмем кнопочку «Добавить». Значит, это, в общем-то, довольно непростой элемент, в нем много всяких разных интересных фишек. Вот, но, как правило, мы используем его в одной единственной ипостаси, и вам я тоже, по большому счету, рекомендую его использовать тоже, по сути, в одной единственной ипостаси. К интерактивному контенту, как и к любому другому элементу курса, можно добавить какое-то описание. Мы уже обсуждали описание. Вот, чтобы это описание видели на непосредственно странице курса, не забываем нажимать вот эту галочку. Вот, ну, а здесь уже начинается вот самое интересное и самое сложное, из которых я все рассказывать не буду. Потому что здесь у нас много всяких разных интересных фишек, то есть, здесь можно делать уже какие-то тестовые вопросы и так далее, но нам интересен вот этот первый пункт, который называется «Интерактивное видео». Значит, выбираем его. То есть, вот открывается следующая форма. Вот, мы видим, значит, здесь вот что. Во-первых, заголовок, во-вторых, форма по принятию какого-то видео. Ну, напишем заголовок. Значит, пробная, пробная интерактивная лекция. Ну, здесь, наверное, требуются некоторые комментарии, то есть, что такое интерактивная лекция, вообще в чем заключается эта самая интерактивность. То есть, с одной стороны, это обычное видео, но с другой стороны, это видео наполнено теми или иными событиями. То есть, мы можем внутри этого видео сделать, допустим, какие-то точки останова, в которых будут появляться вопросы. Вопросы для студентов. И когда студент отвечает на эти вопросы, видео продолжается дальше. И так до следующей точки останова. В конечном счете, у студента получается некоторый, не только просмотр видео, то есть, вот является, скажем так, его достижением, но и некоторый набор ответов. И за этот набор ответов мы можем его каким-то образом поощрять, ну, либо наоборот, если ответы плохими были, то порицать. Итак, давайте сначала загрузим какое-нибудь видео небольшое. То есть, я вот выбираю в нашем, в нашей стандартной форме файла mp4. Вот. И вот он мне выдает различные mp4, из которых я выберу те, которые, ну, будут относительно небольшими. То есть, небольшими, включая для этого таблицу, сортирую по размеру. То есть, меня интересуют видео небольшие, чтобы не разрушать, собственно, тело нашего семинара. Потому что, если я сейчас сброшу сюда большой файл, то есть, разумеется, ресурсы машины будут потрачены на то, чтобы перекачать в систему этот файл. Вот я беру маленький файлик, который весит всего лишь 50 мегабайт. Вот, давайте его сюда и положим. Вот. Вот он загружается. И вот он загрузился. Вот он загрузился. Вот. Ну, на этом этапе здесь, по сути, все. Дальше следующий шаг. У нас так называемые интерактивности. То есть, добавление интерактивностей. То есть, когда мы переходим сюда, здесь появляется, так сказать, некоторая справка, так сказать, по добавлению интерактивности. Это у нас некоторое видео. То есть, хотелось бы, конечно, просто вот какого-то человека. Ну, вот видите, волей судеб здесь оказался вот этот вот видеофайл про использование какой-то программки. Ну, то есть, это вот понятно. Хорошо. Вот мы можем, мы можем перемещаться по вот этому ролику. Вот я движочек двигаю. Мы можем перемещаться по этому ролику. В некотором месте я могу, так сказать, допустим, вот остановиться. Вот. Нажать на кнопку паузы. И задать вот в этом месте какой-то вопрос студентам. Какой-то вопрос. Ну, давайте среди прочих вопросов выберем, ну, такую, знаете, так сказать, классику, так сказать, тестовых вопросов. Multiple choice. То есть, здесь вот показывается, что этот вопрос будет показываться на протяжении 10 секунд. Но на самом деле мы поставим кнопочку затормозить, поставить видео на паузу. Поэтому, ну, вот это время уже не будет иметь особого значения. Дальше он спрашивает нас, будете ли вы ставить пины, либо будете выбирать какие-то картинки. Ну, нас интересуют пины. Вот. Ну, а дальше, собственно, мы можем ввести, как бы, некоторый, так сказать, вопрос. Вот. А здесь, соответственно, мы можем ввести, как бы, некоторые ответы. Вот. Давайте, как бы, это дело введем. Вопрос. Ну, например. Что это за программа? То есть, мне, когда я увидел впервые это видео, я подумал, что это за видео такое. Ну, я понял, что это какая-то программа. Что это за программа? Вот. Дурацкий, конечно, тест. Ну, вот что пришло в голову. Ну, и, соответственно, дальше у нас есть, как бы, несколько вариантов ответа. В Multiple Choice можно включить, так сказать, несколько правильных ответов. Ну, и, соответственно, остальные будут неправильными. То есть, если человек полностью вводит правильные ответы, то он получает, как бы, некоторый полный балл. Вот. Если не полностью, то, соответственно, дальше, как бы, этот тест настроите. Либо частичный, либо вообще ноль. Вот. Ну, здесь, наверное, какой-то ответ. Программа 1. Программа 2. Добавляем еще один вариант. Программа 3. Давайте какой-нибудь из этих вариантов сделаем правильным. Вот этот вот будет у нас корректный. Также здесь можно добавить какую-то обратную связь, советы там и так далее. Ну, по большому счету, как бы, это тот минимум, который, в принципе, у нас возможен. Говорим Done. И вот здесь у нас появляется уже, так сказать, вот, то есть, нужно только запомнить, что это было на минуте 9 секунд. В общем, мы можем разбросать по всему вот этому нашему, так сказать, видео вот такие вот вставочки с вопросами. Самыми разнообразными. То есть, типов вопросов тут довольно большое количество. Причем, кстати говоря, здесь возможны не просто вопросы, а просто добавление каких-то элементов. Например, можно добавить прямо в видео какую-то таблицу, пожалуйста. Можно какой-то титр вписать. Можно какую-то ссылку прицепить. Картинку вставить. То есть, на самом деле, здесь много-много всяких разных элементов можно добавлять, не только тех, которые рассчитаны на получение обратной связи. Вот. Но в данном случае я выбрал то, что на получение обратной связи. Хотя, с моей точки зрения, тут есть вот и, ну, масса других интересных, скажем так, элементов. Ну, скажем так, если вам понравился этот элемент, мы его проходим так справочно, да, то, я думаю, вы можете изучить подробности. Это довольно богатый материал. То есть, я видел по нему лекции. То есть, вот по этому материалу зачастую, как бы, есть даже целые небольшие мини-курсы о том, как вот это все делать правильно. Вот. Ну, и, наконец-то, так сказать, мы давайте сохраним и посмотрим, как бы, что у нас там получилось. А получилось у нас, собственно, обычный ролик. Вот, как видите. Который называется «Пробная интерактивная лекция». Именно в таком виде он и представлен в нашей системе. Вот. И мы можем его запустить и посмотреть. То есть, вот он начал воспроизводиться. Вот у нас видео пошло, там начала двигаться мышка. Вот. В общем, что-то происходит. Вот. То есть, видите, у нас воспроизводится это видео. Вот. Но мы видим, что вот здесь у нас стоит некоторая точка. Вот, некоторая точка. И когда у нас до этой точки доберется наш курсорчик, вот давайте еще немножко подождем, он сейчас доберется. Вот. Сейчас. Во. Появилось. Значит, нужно сюда сюда щелкнуться. И вот возник наш вопрос. То есть, что это за программа? Программа 1, 2 или 3? Вот. Я выбрал неправильно. Мне дали 0 очков. Таким образом, видео можно заполнить вот такими интерактивностями и получать от студентов после просмотра видео какую-то обратную связь. Вот. Какие-нибудь вопросы у вас по вот этому элементу есть? Олег Станиславович. Да. Такой вопрос. А это студентом для самопроверки? Или я тоже вижу их ответы где-то? Да. Оно сохраняет ответы, разумеется, потом можно на них посмотреть. Вот. Но для этого там есть третий шаг, summary называется. Можно по-разному, на самом деле, это дело настраивать. То есть, сейчас я настраивал в самую примитивную форму. То есть, эти вопросы, они скорее нужны для поддержания нашего студента в тонусе, да? То есть, он смотрит видео и при этом отвечает на вопросы, и у него внимательность от просмотра этого видео повышается. То есть, вот к этому материалу. Но, разумеется, в summary можно, так сказать, вот обеспечить полное взаимодействие вот этого интерактивного элемента с LMS. И да, вы там будете видеть результаты просмотра и ответа на вопросы. И я это буду видеть по каждому студенту отдельно? По каждому студенту отдельно из тех, которые этот элемент прошли. Соответственно, основные студенты, ну, они не будут нули. Понятно, спасибо большое. В принципе, можно сделать так. То есть, там есть соответствующие настройки. То есть, там есть соответствующие настройки. То есть, можно... Вот сейчас студенты могут вручную ставить выполнение элемента этого курса. Просто напротив элемента ставить галочку «Выполнено». Вот. Но поскольку это интерактивный элемент, который копит баллы, да? Можно здесь сказать, что отображать элемент курса как выполненный при условии, что студент должен получить оценку для выполнения этого элемента. А в summary вы как раз и пропишите, какой балл является проходным. Ну, в общем, я слишком подробно это место не даю. По той причине, что... Мне важно, чтобы вы имели представление о том, для чего нужны те или иные элементы. Дальше здесь есть, в принципе, система помощи. То есть, здесь можно по поводу любого элемента почитать, так сказать, литературу соответствующую. То есть, в принципе, вот этот элемент, H5P, он достаточно неплохо описан. То есть, у него есть справочники, правда, на английском. Вот. Но, я думаю, это не будет большой проблемой. Вот. И можно, ну, собственно, настроить себе видеолекцию. Дальше. Значит, второй элемент тоже мы рассмотрим справочно. Чуть дальше мы на нашем курсе, поскольку вы выразили пожелание познакомиться с интерактивными редакторами скором пакетов, мы поговорим, собственно, о том, как такие скоромы делать. И, кстати, сразу скажу, что есть довольно дорогостоящие решения. Например, я раньше, например, очень любил предлагать iSpring Suite. То есть, они были демократичны по цене. То есть, были разнообразные варианты. То есть, можно было, допустим, на организацию купить полноценную версию, которая стоила довольно недешево. Но можно было и iSpring Suite купить в каком-то урезанном функционале для преподавателя. И это стоило вполне подъемных денег для обычного преподавателя. Сейчас эта компания немножко, так сказать, ну, мне кажется, их маркетинговая стратегия, в общем-то, мне представляется, радикально неверной. То есть, они для всех ввели подписку, и эта подписка стоит ужасно дорого. Ну, однако, есть Scorm редакторы, которые, может быть, обладая меньшим функционалом, все-таки позволяют делать интерактивные пакеты Scorm. И, в общем-то, есть и бесплатные варианты. Я думаю, что к моменту, когда я буду делать семинар, посвященный именно редакторам Scorm, я найду наиболее подходящий редактор, ну, вот, бесплатный. Сам-то я пользуюсь iSpring, то есть я в свое время смог попасть вот удачно, скажем так, я купил себе лицензию и на домашнюю машину, и на рабочую машину. В общем, у меня есть хороший, качественный редактор Scorm, которым я полностью удовлетворен. Ну, вот сейчас, честно говоря, это довольно дорогое удовольствие. Ну, давайте вообще, в принципе, посмотрим, что такое Scorm пакет. Значит, у нас на Scorm сделан кафедральный учебник по философии, по философии науки. То есть у нас он есть на нескольких курсах, лежит в разделе лекций. Так, сейчас я выключу редактирование. То есть вот у нас учебник по истории и философии науки. И вот, пожалуйста, это главки этого учебника. Вот здесь вот часть вторая пошла. Ну, давайте куда-нибудь зайдем, посмотрим, что представляет собой каждый из этих главок. То есть, как видите, каждая главка снабжена некоторым описанием. А вот эта штука является именно интерактивным учебным материалом, который в данном случае, несмотря на то, что он является скорым пакетом, является скорым пакетом самого низкого функционала. То есть это обычный слайдовый материал, листалочка, книжка, другими словами. Но в отличие от интерактивной книги, которая встроена в Moodle, этот Scorm собирает информацию о том, как студенты эту книгу читают. То есть я точно могу посмотреть, сколько студент на это время, на чтение этой главы потратил времени, на каких страницах он застревал, ну и так далее. Ну, давайте сначала посмотрим, собственно, на сами страницы. Вот, в общем, вот первая страничка, в данном случае называется «Лекция 11» этого учебника. Ну и дальше поехали. То есть вот, пожалуйста. То есть здесь довольно много инфографики всевозможной. Вот, то есть карикатуры представлены, ну и так далее. То есть это наш кафедральный учебник, который мы в свое время с Аркадием Саковичем Липкиным иллюстрировали. Вот, то есть я принял в этой иллюстрации непосредственно участие. То есть все картинки мои. Ну, разумеется, согласованные с автором. Вот. В общем, тут много-много-много-много всякого разного. Вот. Вот конкретно в этой главке 40 страниц. Мы это видим здесь. И мы можем, в принципе, быстро прощелкаться по этой книжке. Вот. Всего в этой книге, ну, вот здесь порядка двух с половиной тысяч таких слайдов. Вот. И большинство из них имеет вот такую инфографику, такие иллюстрации. Вот. И, в общем-то, это была в свое время такая приличная работа была проделана. Сейчас у нас этот учебник лежит на нескольких курсах. Вот. И студенты могут, собственно, изучать, что такое история и философия науки. Вот. По такому неплохому, с моей точки зрения, интерактивному учебному материалу. Вот. И вот этот учебник, он целиком собран на этих Scorum-пакетах. И должен сказать, что вот конкретно вот такой Scorum-пакет сделать несложно. Его можно сделать в PowerPoint. И есть специальное бесплатное приложение iSpring, которое позволяет из этого соорудить Scorum. Просто листалочку. Без подсчета очков, без тестов, без всяких разных дополнительных интерактивностей. Но хотя бы листалочку. Но главное, что эта листалочка сообщает нам о том, как тот или иной студент, во-первых, до какого места он в данном учебнике дошел. Вот. И, собственно, сколько времени он на это дело потратил. Сейчас я покажу уже более подробно, уже на более полноценном Scorum-пакете, как это выглядит. Ну, чтобы увидеть этот полноценный Scorum-пакет, давайте перейдем вот в этот курс. Вот. Тут у меня имеется аудиокурс. То есть все лекции были записаны мною в домашних условиях. То есть философия – это предмет, не обязательно требующий картинки. Поэтому я просто записывал это делом на гидрофон. Вот. В итоге я записал вот таких вот 17 лекций. Вот. И процесс обучения на курсе выглядел так. То есть ребята должны были слушать лекции. Вот. И потом мы эти лекции обсуждали на семинарах. То есть по нашим обычным лекционным дням шли семинары. И они должны приходить на эти семинары, были уже не пустыми. Вот. А прослушав как бы некоторый материал. Ну, то есть вот так вот выглядела, допустим, BBB рассылка. Вот. То есть, пожалуйста, ребята, прослушивайте лекцию там 15, 16, 17. А потом мы вот в назначенный час, собственно, займемся изучением, обсуждением как бы вот услышанного. То есть в такой форме у нас был построен этот курс. Вот. А дальше начался зачет. И зачет у меня был довольно такой своеобразный. То есть, во-первых, вот то, что я рассказывал вам на предыдущем нашем семинаре. Я принимал реферат. То есть у меня для этого было вот такое задание. Во-вторых, у меня были обычные зачеты. То есть вот я их принимал. То есть вот у меня, пожалуйста, были две группы 24-25 мая. Вот. А потом была еще пересдача. Вот. И наконец-то был еще вот такой вот аттестационный текст с тестированием. И вот эта штука была сделана именно на скорме. Вот. Давайте я покажу, собственно, сам по себе этот материал. То есть вот я сейчас вхожу в материал. И, в общем-то, поначалу он выглядит совершенно так же, как то, что вы уже видели вот в этом нашем интерактивном кафедральном учебнике. То есть это, в общем-то, такая методичка, посвященная истории философии. Вот, пожалуйста. Вплоть до нового времени. Но в этой методичке периодически встречались вот такие вставки. В принципе, эту вставку можно было бы и пропустить. Пропустить тест. И читать ее дальше. То есть эта методичка представляла собой просто обыкновенную книгу. Вот. В этом случае. Но если мы все-таки решили бы это изучить, ну, точнее, не просто изучить, а ответить на вопросы, вот мы могли бы нажать кнопочку «Нажать…» «Начать тест». И, пожалуйста, начинается вот этот вопросный блок. То есть вот в этом блоке 10 вопросов. Здесь мы это видим, 10 вопросов. Тут свободная навигация, можем переключаться по этим вопросам свободно, там куда угодно. Ну, а отвечать на эти вопросы можно по-разному, то есть в зависимости от того, как я, собственно, это дело построил. Ну, в частности, вот этот вопрос, здесь нужно пин поставить. Вот я ставлю пин в этом месте. Это правильный ответ, то есть регион Иония – это именно тут. Нажимаем «Далее». Ну, и так далее. Вот здесь вот multiple choice с однократным выбором, как раз такой классический тестовый вопрос. Должен вам сразу сказать, что вообще, говоря, тесты делать по философии – это дело неблагодарное и непростое. Экзамен и зачет по философии должны выявлять не какие-то конкретные знания, он должен выявлять уровень знания предмета. И тест для этого не очень хорошо годился вообще-то. Но я попал в ситуацию очень непростую, потому что часть преподавателей не могла работать в дистанционном режиме, то есть на меня повесили эти группы. Плюс мои группы никуда не делись. В итоге у меня было порядка 300 человек, и, в общем-то, я понял, что если я там не придумаю какие-то выходы, то я либо там к осми лягу, принимая у них там эти зачеты до экзамена, либо я вот буду как-то выкручиваться. То есть часть людей я пустил в рефераты, часть людей, собственно, в обычную сдачу зачета в режиме видеоконференции, отчасти, ребята, я отправил вот в эту тестовую штуку. Я над ней хорошенько поработал, потому что, ну, здесь порядка 60 вопросов, и я постарался сделать так, чтобы нигде в тексте прямых ответов на эти вопросы не было. Для того, чтобы ответить на каждый вопрос этого теста, нужно было хотя бы немного, но подумать. Вот в этом была задача. То есть я... То есть на некоторые вопросы было ответить легко, на некоторые вопросы было ответить сложнее, некоторые вопросы я специально сделал ловушками. Ну, в целом, так уж получилось, что ни один из студентов, отвечающих на эти тесты, не набрал полного балла. Ну, то есть это был, получается, правильно спроектированный тест. То есть это хорошо, когда никто не набирает полного балла, потому что видно, что действительно нужно было хорошенько подумать, помозговать для того, чтобы ответить на эти вопросы. Ну, еще раз повторяю, для философии это не очень хорошая пригодная форма, это было сделано по необходимости. И за этот тест, вот за эту методичку, да, здесь порядка 95, наверное, вот видите, даже так, 93 страниц с материалом, а остальное это вот именно вот такие вопросники. То есть вот за прочтение этих 93 небольших страничек и за ответы на эти 5 тестовых блоков, они в конечном счете получали возможность получить оценку «хорошо». То есть нельзя было вот с помощью вот этого получить пятерку, ну, отлично, вот, но «хорошо» можно было получить. Ну, и в зависимости от того, сколько баллов здесь студент набирал, он получал разные сорта этого самого «хорошо». то есть либо это была «хорошо» 5, либо «хорошо» 6, либо «хорошо» 7, в зависимости от того, сколько баллов. Ну вот, значит, вот такие, такая форма. Но дальше интересней, потому что для того, чтобы посмотреть подробности, боюсь, я вам сейчас их показать не смогу, видите, у меня это все было в прошлом учебном году, я, к сожалению, не могу вам показать отчеты, отчеты по скорому, а это самая увлекательная вещь, самая интересная вещь. Да, ну, давайте я хотя бы о них расскажу, об этих самых отчетах. То есть эти отчеты можно будет увидеть только в том случае, если вернуть в системе прошлый учебный год. То есть, да, я вижу свои старые учебные группы, вот они. Именно они сдавали, собственно, этот тест, но я уже не вижу отчетов. Ну, видимо, надо все-таки будет подумать о том, как можно вернуть эти отчеты, и потому что лично мне они нужны. То есть я бы очень бы хотел, чтобы они были видны. Значит, здесь можно было посмотреть, таким образом студенты отвечали на вопросы этого теста. То есть на каждого студента был довольно подробный отчет о том, как он его проходил. То есть это такой длиннющий файл, где каждому вопросу было посвящено примерно такое пространство, то есть формулировка вопроса, правильный ответ, сколько времени студент размышлял над этим ответом, какой вариант он выбрал, ну и так далее. То есть довольно большой, так сказать, отчет по каждому вопросу. Общее время прохождения вот этого всего скорма, ну и так далее. Значит, для чего нужен был этот отчет? Для того, чтобы понять, кто из студентов меня обманывает, а кто делает все более-менее честно. То есть опыт показывает, что примерно вот для прохождения всех этих слайдов и для ответа на все эти вопросы требовалось от трех до четырех часов. Если работа студента там была в пределах, скажем, от двух с половиной до бесконечности, то есть я, ну, так сказать, относился к этому нормально. Вот плюс я просматривал еще вот эти отчеты, например, а нет ли там быстрых ответов. Быстрых ответов. Потому что вообще говоря, каждый ответ предполагал бы, ну, что они будут над этим думать. То есть каждый раз, когда я получал отчет о прохождении вот этого скорма, я просматривал этот отчет внимательно. Вот. И если я видел, что действительно, вот, правдоподобно, что вот именно этот студент действительно вот читал этот текст, там же, кстати говоря, было еще отчет по тому, как он его проходил, вот тоже достаточно полезная вещь. То есть если он прощелкивал быстро, это вот повод задуматься. А почему он прощелкивал быстро? Вот. А если он действительно, как бы, там, допустим, перещелкивался на следующую страницу, побывав там 2-3 минуты на этой, ну, видно, что человек читает. Потом я видел, что человек, допустим, заходил в тест, видимо, сталкивался с каким-то сложным вопросом, возвращался там назад и вот начинал снова это все читать. В отчете это все видно. Вот. То есть видны все шаги. Прямо посекундно расписано, как бы, чем человек занимался. Вот. И в конечном счете, вот, анализируя эту информацию, можно было легко понять, вообще, ну, честно человек сдает или нет. То есть в норме человек должен, отвечая на вопросы теста, на некоторых сложных вопросах повисать. Я точно знал, какие вопросы там сложные. возвращаться к тексту, сидеть там на определенных страницах, думать. И вот это все было видно, вообще-то, по отчету. И поэтому я достаточно быстро выловил хитрецов, которые выяснили у своих коллег, какие правильные ответы. И давай там быстренько. То есть, ну, там, тест пройден за 15 минут. Ну, то есть студент, очевидно, полагает, как бы, что на другом конце дураки сидят. Вот. Разумеется, по отчетам это все видно. О том, что вот ни размышления, ни возвращения назад, ни времени на чтение этого все не было. Я в этом случае просто связывался со студентом, говорил, вот так и так. Я обнаружил, собственно, по отчету скорому, вот, я обнаружил, что вы меня пытаетесь обмануть, предлагаю вам трояк. Ну, то есть я им предлагал дилемму, там, либо трояк, либо на видеоконференцию, на экзамен. Ну, то есть, вот, на обычный экзамен. Причем, я совершенно честно бы, наверное, его нормально принимал, без всяких там, как бы, без безлопаминства. Вот. Но вот что-то видеоконференцию никто не выбрал. Вот все согласились на трояке. Вот. Философия. Студенты, конечно, из-за философии не должны выгоняться с пестиха. Вот. Но, с другой стороны, и обманывать философов тоже нехорошо. Вот. Коллеги, вот вопросы по этой части. Жалко, что я не могу вам показать отчет. Это интересная штука. Вот. Но вот, когда семестр завершен, вместе с семестром завершается... То есть, мне понятно, почему недоступно. Потому что я не могу уже вернуться вновь в учебный процесс. То есть, так система устроена. То есть, нельзя вновь взять и поставить оценки. Вот. Но хотя бы отчеты я хотел бы видеть. Это интересная штука. Я, наверное, дам задание нашему программисту. Вот. С тем, чтобы он вернул мне отчеты. Очень хочется их посмотреть вновь. Олег Станиславович, можно вопрос? Вот этот Скором пакет, он тоже есть в этих элементах? И мы можем его делать? Нет. Для этого нужен отдельный редактор. Об этом будет на целый семинар. Понятно. Спасибо. Мы будем рассматривать с вами Скором редактор, который называется iSpring. Все-таки iSpring. Вот. Либо я попробую найти хотя бы сравнимый с ним по возможностям, чтобы там можно было делать такие тесты, слайды. Потому что iSpring, конечно, сильная штука. Чего что-то говорить. То есть, по своим возможностям он совершенно великолепен. Но они сейчас за свой редактор хотят совершенно неадекватных денег. То есть, в свое время я купил iSpring Presenter. Например, было такое сужение возможностей iSpring Suite. Вот если iSpring Suite в тот момент стоил 28 тысяч рублей, а по академической лицензии его можно было купить с 50% скидкой за 14 тысяч рублей, так вот, в презентер, там, в общем-то, довольно много было полезных опций оставлено. Но некоторые вещи оттуда убрали. Оттуда убрали интерактивные диалоги, оттуда убрали персонажи. Ну, в общем, короче, убрали часть элементов. Жалко, конечно, но, в принципе, без них можно как-то было прожить. Вот. Самое главное, что там оставались тесты. Вот Presenter стоил 3 тысячи рублей. Но это более чем разумные деньги, учитывая, что лицензия была бессрочная. А сейчас у них ужасная совершенно ценовая политика. То есть я считаю, что в iSpring какие-то совершеннейшие крохоборы сейчас сидят. Они, во-первых, продают лицензию на год, то есть она срочная. И стоит, ну, там, больших денег. То есть там, я точно не помню, но больше 50 тысяч рублей. Вот. Ну и, разумеется, для обычного преподавателя это не вариант. Это может купить только университет. Вот. У меня осталось несколько лицензий с прошлых времен. К счастью, iSpring Suite можно попробовать в течение ознакомительного периода. Вообще, в принципе, понять, что такое хороший скорм-редактор. Но, конечно, нужно искать какие-то альтернативные варианты. Значит, следующая тема — это форум. Давайте сделаем форум. Значит, форум — это действительно как бы сильная штука. Давайте сначала я его сделаю. Форум. Вот он. Заходим сюда, называем его пробным форумом. Значит, должен сказать, что в каждом курсе есть свой форум. Это общий курсовой форум. Он находится вот здесь. А его настройки находятся вот в системной вкладке. Но мы, надеюсь, еще доберемся. Значит, пробный форум. Значит, здесь можно написать как бы вот некоторое описание. Вообще, поскольку у нас есть общий форум для каждого курса, вот здесь, то дублировать общий форум нет особого смысла. Можно ввести в общем форуме всевозможные беседы. Все равно форум настроен так, что только вот вы, как преподаватель данных групп, и только ребята ваших групп увидят в общем форуме ваше сообщение. Это, кстати говоря, можно отключить. То есть можно в форуме выключить режим изолированных групп. Но в норме каждая группа имеет дело с каждым, во-первых, с друг с другом, во-вторых, с преподавателем. Здесь ситуация похожая, но обычно отдельные форумы внутри курса создают для того, чтобы обсудить какую-то тему. Я не знаю, насколько это важно, допустим, для физики или для математики. Наверное, собственно, задания полностью перекрывают, в общем, тот необходимый функционал в получении обратной связи от студентов. Но, может быть, еще можно прибавить какие-то тесты, хотя на самом деле я думаю, что большинство физиков и математиков меня сейчас обургают и скажет, что тесты, извините, держите от меня их подальше. Я, кстати говоря, с вами вполне соглашусь, потому что я и сам тесты применил только вот чисто от необходимости. То есть я не хотел применять тест, который я вам показал, но мне пришлось, потому что иначе другого варианта не было. Слишком много было студентов. Я не знаю, насколько форумы важны, допустим, для математиков, но, возможно, важны. Они точно важны для гуманитарных наук, они точно важны для инъяза. Поэтому математик и физики, если вам кажется этот материал не очень интересным, извините. Но, в принципе, в форуме можно обсудить какую-то определенную тему. Можно, например, каждой лекции прилеплять по форуму. У меня такое было на одном из моих курсов. Я могу даже вам показать. То есть у меня был курс для... Надо будет включить предыдущий год. Вот семинары храма Валега. Вот они. То есть, видите, у меня семинар, а после него форум. То есть вот семинар, после него форум. Снова семинар для двух групп, после него форум. Ну и так далее. То есть, каждая учебная тема была снабжена соответствующим форумом. Сразу скажу, ажиотажа это не вызвало. То есть практически здесь никакой активности в этих форумах не было. То есть я за все это время буквально получил 2-3 сообщения. Но, тем не менее, тут все зависит от того, насколько вы правильно построите свое взаимоотношение со студентами. То есть если форум, например, будет чем-то обязательным для студентов, то, конечно, да, они там что-то напишут. Давайте как бы вот, собственно, посмотрим. Здесь описание. В описании обычно пишут... То есть форум может быть заданием. То есть можно, например, написать небольшое эссе, а потом обсудить чужие эссе и в конечном счете оценить уровень получившейся дискуссии. Можно, например, вот так вот построить форум. Но для этого здесь нужно выбрать соответствующий тип форума. По умолчанию здесь стоит стандартный форум для общих рассуждений. То есть это обычный форум, либо ленточного, либо ветвистого типа. Но если мы хотим, допустим, чтобы каждый студент написал в своей заглавной ветке какое-то эссе небольшое, а потом другие студенты это эссе обсудили, то можно поменять тип. Можно поменять тип, собственно, форума на какие. Ну вот первый, так сказать, вариант, который мы здесь видим. Каждый открывает одну тему. То есть каждый студент обязан на этом форуме открыть какую-то тему, обязан там что-то написать. Более того, он должен прочитать другие темы других студентов и как-то вот с написанным ими как-то к этому отнестись. То есть вот получается дискуссия в итоге. То есть вот есть такая форма. Есть здесь форум типа ответ-вопрос. Ну это понятно, что это такое. То есть один вопрос, один ответ. То есть никакой, так сказать, серьезной дискуссии такие варианты не предполагают. Значит, есть простое обсуждение, которое, собственно, слабо отвечается от обычного форума, кроме того, что ветка может быть только одна. Значит, и есть стандартный форум только в виде блога. Вот тоже, кстати говоря, можно использовать. Это немножко похоже вот на первый пункт. Каждый открывает свою тему. Обычно форумы бывают двух типов. Это либо каждый открывает одну тему. Это хороший педагогический формат. Вот. И стандартный форум для общих обсуждений. То есть здесь присутствуют преподаватели гуманитарных курсов. Вот, пожалуйста, как бы вот вам такой вот инструмент. Вот. Ну давайте выберем, например, каждый открывает одну тему. Значит, дальше. Здесь можно включить подсчет слов и вложений. То есть можно увидеть, насколько человек активно провел себя в этом форуме, на основании, вот, сколько он там всего набрал какой-то вот такой вот формальной активности. Вот. Можно за форум поставить оценку, но только надо ее, конечно же, включить. Допустим, максимальная оценка. Ну да, пусть будет так. Так. В общем, это, еще раз повторяю, не просто обсуждение. Это именно учебный материал. Это именно материал, на котором ребята могут показать свой уровень. И вы можете этот уровень оценить. То есть поставить за форум в конечном счете оценку. Вот, пожалуйста, допустим, у нас десятибальная система. Можно, собственно, ограничить оценивание каким-то диапазоном дат. Ну, а дальше у нас более-менее стандартные настройки. То есть вот доступ, общие настройки модулей там и так далее. Ну, давайте, наверное, сохраним. Сразу скажу, что в принципе... Значит, в принципе... Видите, только у студентов есть возможность начинать свои темы. Преподавателей их нету. Это довольно забавно. Ну, такой уж мы тип выбрали. То есть каждый студент начинает свою тему. Вот, надо было, наверное, стандартный форум включить. Но стандартный форум каждый видел. То есть вот он, пожалуйста. Вот здесь достаточно живой форум, вот на этом курсе. Вот. То есть здесь довольно много всевозможных сообщений. Вот. И для того, чтобы начать новую тему, нужно нажать вот сюда. То есть здесь вы обозначаете тему дискуссии. Здесь вы пишете некоторый заглавный пост. Обратите внимание, у нас здесь редактор модла. А значит, вы можете к своему заглавному посту добавить форматированный текст, картинки, видео-аудиовставки и прочие-прочие полезные элементы. То есть на самом деле это очень обогащенный текст, который можно включать в форум. Вот. Можно файлы добавить, пожалуйста. И любопытно, что в принципе, в принципе, значит, сейчас. Ага, вот. Значит, Павел Владимирович, вы меня слышите? Да, я тут. Вот смотрите, вот вам анонимно. Да, и где идти? Можно поставить вот тут. А, анонимно. Прекрасно. Можно поставить галочку, вот, и конкретный ответ или там конкретную тему отправить анонимно. То есть вот конкретно Павел Владимирович просил этот функционал сделать. Вот мы этот функционал сделали. Кстати, коллеги, значит, я вот по итогам наших семинаров все аккуратненько собираю. В определенный файлик, ваше пожелание. По поводу задания собрал все аккуратненько. Вот Павел Владимирович просил у меня сделать возможность отвечать на форуме анонимно. Мы это сделали. Хотя, откровенно говоря, эта анонимность неполная. То есть я спросил Павла Владимировича, вообще говорю, а вам нужна вот прям вот совсем вот полная анонимность, чтобы вообще в принципе нельзя было выяснить, кто это был. Он говорит, ну, наверное, нет. Вот тут был такой ответ, что, наверное, гоняться за каким-то конкретным студентом, который там какую-то бяку сказал в анонимном режиме, может быть, оскорбил. То есть обычно анонимные режимы нужны для того, чтобы студент мог выразить некоторую правду матку. Это нужно только поощрять. Вот, то есть анонимность здесь нужна именно для этого. Вот, если, конечно, кто-то... Не анонимность нужна, чтобы студент мог глупые вопросы задавать, не стесняясь. На первом курсе это... Да, это важно. Но если студент вот возьмет как бы с помощью этого анонимного режима просто, там, не знаю, оскорбит преподавателя... У меня ни разу такого не было. Я думаю, что такого и не будет. То есть в конце концов мы в достаточно культурном вузе работаем. Вот, и я думаю, что этого не будет в принципе. Вот, но если вдруг это, собственно, случится, то в принципе можно его по логам найти. То есть именно по логам. Вот, но для этого нужно обращаться к админам, там, искать, ловить. Вот, но это возможно сделать. То есть для этого нужны какие-то дополнительные телодвижения. Но ради поиска человека, который занимается вот такими низкими делами, это можно сделать. Вот, так что, видите, анонимность тут тоже присутствует, как попросил Павел Владимирович. Ну, в общем, вот так тут работает форум. То есть можно, так сейчас, можем войти сюда и просто посмотреть. Я рекомендую, кстати говоря, включать режим древовидно-сфермента. Вот, то есть в этом случае вот мы видим полностью заглавный пост. Вот, и видим вот древовидный режим обсуждения этого заглавного поста. Вот, пожалуйста. То есть если древовидно-развернуто, то в итоге, ну, там слишком много контента появляется. Вот видите? То есть да, древовидность сохраняется, но это читать не очень удобно. Наверное, имеет смысл все-таки, так сказать, просмотреть древовидно-свернуто. Вот, а если какой-то конкретный вопрос вас там заинтересовал, то вот, пожалуйста, как бы вы можете посмотреть. То есть, видите, довольно живой форум у нас был на курсе, как использовать систему LMS MIP2. Ну, и уже в этом семестре ребята у меня через форумы на, так сказать, вот в нашем курсе уже задавали вопросы. Уже задавали вопросы, только я не помню, в какой группе это было. В какой-то группе было. Ага, вот, вот в какой-то группе было. То есть я сейчас перечелкнулся в 12-ю группу, и увидел, собственно, что ребята у меня задали вопросы, и я на него ответил. На, кстати, ветку форума можно подписаться и получать уведомления по почте о том, что пришли новые ответы. В общем, форум тут достаточно функционален и удобен. Кроме того, мы этот функционал расширили, добавив анонимные вопросы. Так что, дорогие коллеги, используйте. Эта вещь, мне кажется, полезная для самых разных целей. То есть общий форум можно использовать для каких-то выяснения, каких-то административных, так сказать, вопросов на курсе. Ну, а какие-то конкретные, так сказать, темы можно снабдить, да, в форуме, ну, например, в режиме вопросов-ответов. Дальше предполагалось сделать небольшой обзор вот тех элементов, которые используются, ну, достаточно редко. Достаточно редко. То есть я просто пройдусь по списку всех этих элементов и скажу, что они означают. Я вот так вот крупно увеличу это дело. Поехали. Ну, анкета. Довольно редко используя элемент, значит, значительно чаще вместо анкеты используется опрос, потому что опрос мы можем настроить достаточно гибко, а вот анкета, она, как правило, сводится к нескольким типам анкет. Честно говоря, у меня возникает желание вот этот элемент вообще вот отсюда убрать. То есть там три типа анкеты, которые обычно связаны с некоторыми, так сказать, вот стандартными вот американских и европейских образовательных курсов. То есть только на это дело и рассчитано. Поэтому, ну, не самый интересный элемент, при том, что, в общем-то, многие видят, о, анкета, интересно, что это такое. А на самом деле ничего интересного. Вот. Дальше. База данных. Вот эта штука куда более полезная. То есть можно сделать базу данных, которую будут заполнять студенты, и можно заранее сформировать, так сказать, вот структуру этой базы данных, которая может включать в себя самые разнообразные по типу поля. То есть как текстовые поля, так и картинки банальные, так и какие-то более заковыристые вещи. То есть там для этого есть достаточно богатый выбор. То есть студенты могут постепенно эту базу данных заполнять, это будет их задание. Есть альтернатива базе данных уже, так сказать, настроенный глоссарий. То есть у нас на каждом курсе глоссарий вообще-то есть. Вот он называется справочник. Вот справочник. Это обычный глоссарий по алфавиту. Не только по алфавиту, по алфавиту, по темам. Вот. То есть, как правило, на курсах... Сейчас вот я немножко, чтобы вам было видно. То есть здесь можно добавлять записи. Запись имеет очень простую структуру. Название и тело описания. То есть, по сути, это обычная энциклопедия. То есть у статьи может быть название и есть некоторое описание. Вот, пожалуйста, значит, название, описание. Дальше, соответственно, возможность помещения в этой статье в определенную категорию и ключевые слова для такого помещения. То есть, по сути, вот это у нас словарь курса, причем студенты тоже могут редактировать этот словарь, и, в принципе, можно их за это поощрять соответствующей оценкой. Можно по алфавиту сортировать какие-то термины, можно по категориям. Ну, для этого нужно категориальную сетку такую создать. Категории могут быть самыми разнообразными, это уже на ваш вкус. Соответственно, как только вы категории создаете, вы имеете возможность соответствующие статьи вашего словаря в эти категории размещать. В общем, вот это вот такой вот словарик, он общий для всех курсов по своей структуре, но база данных, которую я вам показал, она более гибкая. Там можно сделать не просто название и описание, и категорию, а можно сделать нечто большее. Например, базу данных, скажем, студентов, где можно добавить, допустим, текстовые поля с фамилиями и отчеством, с номерами телефонов, с адресами, с фотографиями, с паспортными данными и так далее. Вот, и таким образом можно собрать от студентов вот такую вот информацию. В принципе, достаточно интересная, полезная вещь для некоторых курсов. То есть вот это вполне можно было бы рекомендовать для сбора каких-то данных, либо учебного характера, либо вот такого чисто организационного. Значит, дальше. Ветвящаяся книга. То есть у нас вот здесь в ресурсах просто есть книга. Это обычная книга с главками, там, разделами, там и так далее. Вот. А есть ветвящаяся книга. Значит, эта книга интерактивная. То есть в конце каждого, каждой страницы там находится возможность для того, чтобы двигаться либо дальше, либо там какой-нибудь простенький тестовый вопрос. И в зависимости от того, как у нас человек отвечает на этот тестовый вопрос, реализуется тот или иной сценарий. То есть книга может направить человека по какому-то определенному пути. Книга может вернуть человека назад. Ну и так далее. То есть ветвящаяся книга. Можно сказать, что этот элемент, вот задумка интересная, да. Но реализация довольно сложная и муторная. То есть я еще не видел вот на этом элементе достаточно неплохих интерактивных ветвящихся книг. Но если вам нравится сама идея, ну, можете попробовать, так сказать, интерфейс вот этой ветвящейся книги протаранить. Значит, должен сказать, что раньше в стандартном модле вот этот элемент называется лекции. И, конечно, это совершенно неадекватное название, потому что, конечно же, лекция ничего общего с ветвящейся книгами не имеет. Можно, кстати говоря, перейти в подробное описание вот этого элемента в Мудловском холпе. И видим, что на самом деле эта штука называется лекшн-активити. И понятное дело, что никакого отношения лекшн-активити к лекшн не имеет. Но вот наши переводчики взяли и перевели вот так. А на самом деле это вот мы подумали, так сказать, вот вместе посидели и решили этот элемент назвать ветвящейся книгой. Потому что, по сути, она таковой и является. Ну, дальше конференция Бибубатна. Понятно, мы о ней уже много говорили. Вики. Значит, Вики – это тоже словарь. Но этот словарь интересен тем, что у каждой статьи есть определенная версия, есть определенный автор и определенное под каждой статьей обсуждение. Ну, то есть Вики. То есть Википедия, ведь на самом деле это не просто словарь. Словарь – это такая. Вот Википедия – это какая-то вот такая надводная часть этого айсберга. На самом деле, если вы войдете в те или иные статьи в Википедии, вы увидите, что там значительно более богатая у многих статей бывает вкладка обсуждения. Давайте я вам покажу, чтобы это было. То есть в Википедии важно то, что, ну, не знаю, особенно богатые, скажем так, обсуждения бывают в таких горячих темах. Ну, допустим, Вторая мировая война. Тут есть, как видите, статья, а есть обсуждение. И вот в этом обсуждении довольно много всего. Зачастую обсуждения в статьях занимают большее пространство, чем сама статья. Скажем так, уровень обсуждений в Википедии зачастую бывает более важным, чем уровень непосредственной фактической информации. Здесь реализован примерно такой же принцип. Кроме того, здесь в Вики реализован принцип, в общем-то, работы с некоторым текстом многих авторов и возможности возвращения к предыдущим версиям. То есть вот так вот. Дальше. Возможность подключения внешнего курса или внешнего элемента курса с помощью протокола LTI. Ну, так сказать, это такая достаточно специализированная штука. В общем, по LTI можно подключать, допустим, там самые разнообразные внешние ресурсы. То есть самое главное, что вы туда передаете авторизационную информацию о студенте. То есть студент может на том ресурсе проходить там какой-то учебный материал, получать какую-то оценку. То есть обратно этот ресурс отдает оценку. То есть для этого вот есть специальный протокол. Вот здесь вот он написан LTI. Значит, у нас на LTI должен сказать как бы большие надежды. Потому что мы хотим... Ну, сам по себе протокол сложный и для настройки обычным преподавателям вещь такая слабоподъемная. Мы хотим этот внешний элемент полностью переписать, то есть есть у нас такое в планах, с тем, чтобы когда вот этих вот систем станет достаточно много, то есть, скажем, в некоторой сети, допустим, дружественных фестивов у вузов будут такие системы. Мы сможем создать облако курсов, такое, знаете, взаимообменивающееся по протоколу LTI. Но только для того, чтобы с этим протоколом можно было удобно работать, нужно его хорошо, так сказать, прописать. Пока этого нет, но я думаю, что мы этой работой займемся. Сначала систему надо сделать. То есть наша задача сделать большую сеть, такую, знаете, распределенную сеть учебных материалов, в которую каждый вуз может добавлять какую-то свою лепту. То есть я думаю, что когда-нибудь мы внешний инструмент превратим в нечто действительно серьезное. Ну, про глоссарии я уже говорил, про задания, интерактивный контент тоже говорил. Обратная связь. Вот обратная связь – это значительно более сильная вещь, чем анкета. Значит, обратная связь позволяет вам сформировать некоторые вопросы к мониторе и получить ряд ответов. Причем это именно такая, знаете, универсальная анкета. Это именно обратная связь. То есть здесь сделано так, чтобы анкета могла бы быть анонимной. Вот, в общем, много тут интересных полезных фишек. Я обратную связь периодически использую. Например, когда вот на своем курсе по теории практики электронного дистанционного обучения я делаю мини-группы, я с помощью вот этой обратной связи спрашиваю, когда кто может прийти вот на практику. Вот. И благодаря ответам вот в этой форме обратной связи я постепенно формирую группы, так, чтобы группы получались сбалансированными, не очень большими, не очень маленькими. Ну, и так более-менее равномерно распределенными по моему рабочему графику. Вот полезная для меня оказалась вот эта опция. Ну, разумеется, она не только для этого годится. Вот. Опрос. Откровенно говоря, я эту штуку мало использовал. Поэтому, честно говоря, что-либо подробное, собственно, по этому поводу сказать не могу. Я использовал анкету вот здесь, да, но вот опросы использовал редко. Значит, посещаемость. Это форма посещаемости. То есть вы можете... Ну, она нужна для очного образования. То есть это журналы посещаемости, по сути. Ну, то есть здесь вот подробно описан как бы его функционал. То есть это даже не учебная какая-либо форма, а просто вы определяете, вот кто как ходил на какие-то уличные занятия. То есть вот можно такую штуку сделать. У меня, кстати говоря, кафедра информатики попросила добавить этот модуль. Вот мы его добавили. Значит, протест, разговор отдельный. Эта штука достаточно серьезная. Вот. А упражнение со взаимной проверкой – это интересная штука. Значит, она позволяет сделать задание, в которые студенты могут оценивать друг друга. Там есть несколько этапов. То есть представляется, что студенты присылают какую-то работу. Вот. Потом эту работу может оценить преподаватель. А может и не оценивать вовсе. То есть все отдать исключительно на откуп студентам. Но в этом случае обязательно будет описание. То есть должно быть описание, по каким критериям производится эта оценка. То есть для оценщиков вот критерии очень важно прописать. И там для этого есть довольно неплохой инструментарий. То есть оценка по каким-то определенным параметрам. То есть, допустим, объем, использование внешних источников, цитируемость. Допустим, грамматика и красота речи. Ну и так далее. То есть можно по разным-разным-разным параметрам оценивать ту или иную работу. То есть в конечном счете итоговая оценка будет складываться как некоторая сумма этих всех параметров. И можно настроить, что, допустим, студент сдает свою работу и проверяет еще, скажем, 3 или 5. И в итоге складывается, собственно, некоторая оценка, которая осуществляется такой совместной деятельностью всех студентов. То есть у этого упражнения есть один существенный недостаток. То есть если студент еще кое-как может написать, допустим, какой-нибудь там реферат, то проверка этого реферата превращается зачастую в чистую формальность. И потом, несмотря на то, что там есть анонимный режим, собственно, проверки, всем прекрасно понятно, кто там что написал. То есть студенческая группа, она достаточно компактная. И, в общем-то, каждый быстро узнает, даже если работа совершенно анонимная, кто есть кто. Соответственно, друзья или недруги поставят там соответствующие оценки. То есть, скажем так, это неплохо работает, только в том случае, если группа по-настоящему большая и друг друга не знающая. Для чего можно, в принципе, применять взаимную проверку? Если у вас курс большой, вот реально здоровый курс, там человек, скажем, 300 или 500, и у вас есть нужда, собственно, организовать для них какую-то контрольную работу, и вы понимаете, что у вас ресурсов проверить это самостоятельно нет. Вот можно это вполне использовать. Здесь упражнения со взаимной проверкой. Но сразу скажу, что нужно за качественную проверку делать соответствующие плюшки. И, к счастью, они там есть. Потому что можно настроить это упражнение так, то есть добавить такой этап. Студент пишет работу, после чего оценивает работы других ребят, после чего оценивает их оценки. Общая оценка может складываться из нескольких вот таких компонент. То есть, если кто-то оценивал работы плохо и формально, он, соответственно, как бы и максимальный баб получить не сможет. Потому что, скорее всего, его оцениваемые, его работу по оцениванию оценят не очень высоко. Я думаю, такая сложная форма получилась конструкция. Но, в общем, я думаю, суть понятна. Что ж, значит, тут остался чат, который я использовать не особо рекомендую, потому что он примитивен. Вот у нас, в принципе, в системе есть очень хороший чат, который у нас находится вот здесь. То есть, вот это вот облачко. И я не вижу никакой нужды использовать вот какие-то вот эти дополнительные чаты. Может быть, со временем мы вообще уберем этот элемент, чтобы не отсвечивало. И последний элемент, который здесь фигурирует, некий хот-под, это то, что попросило добавить в систему кафедры инъяза. Откровенно говоря, подробностей об этом элементе я не скажу, не знаю, не разбирался. Вот кафедра инъяза этот хот-под использует. Ну вот, по сути, вот такой вот обзор того, что у нас есть из элементов, которые мы можем добавить на курс. Последнее, что я хотел бы обсудить, это тест, но, видимо, для него нужно организовать дополнительный семинар, потому что тест — это штука серьезная. Это действительно сложный элемент, и в отличие от других его вот так вот обзором не пройдешь. То есть его нужно действительно разбирать всерьез. Там даже стадия подготовки теста, она достаточно такая муторная. Но тесты Мудла — это штука серьезная, интересная. Вот, и я вполне мог бы рекомендовать их использовать, но об этом не сегодня. Потому что сегодня мы уже наше время полностью выработали, даже с запасом. Что ж, коллеги, прошу вопросы. Вопрос. Да-да, пожалуйста. А вот в элементах, как контрольная работа, не может быть, например? Контрольная работа? Да. Контрольная работа, мы рассматривали эту тему на предыдущем семинаре, и тут для контрольной работы есть замечательный, так сказать, материал под названием «Задание». То есть я, поскольку мы уже его рассматривали, я его проехал мимо, но вот контрольную работу можно реализовывать именно с помощью вот этого материала. Специально про контрольную работу мы написали достаточно большой подробный текст о том, как ее организовать. Позвольте вам показать, где у нас есть описание пошаговое, как сделать контрольную, причем контрольную в разных ипостасиях, и обычную, именно говариантную. Значит, как это можно сделать? Значит, мы идем на сайт МФТИ, на сайт МФТИ, в раздел дистанционного обучения, вот сюда. Значит, здесь есть инструкции по использованию системы LMS-МИПТРУ. Вот, использование системы LMS-МИПТРУ. Вот она. Значит, входим сюда. Значит, здесь есть прием зачетов и экзаменов. Вот он, прием зачетов и экзаменов. И тут есть несколько вариантов, в том числе проведение контрольной работы, ее проверка и проведение контрольной работы с вариантами заданий. То есть вот здесь вот подробно описано, как использовать элемент упражнения для того, чтобы проводить контрольную работу. Причем здесь описывается в том числе и некоторые методологические вещи. В общем, тут очень подробно все. Я могу вам рекомендовать, вплоть до того, что описывается даже вот функционал Мудловского редактора. Потому что, ну, предполагается, что вот эту часть вы можете и не знать. Поэтому вот в подробностях здесь сказано, как настроить контрольную, как ее запустить, как ее впоследствии, вот сейчас я промотаю, как ее впоследствии проверить. То есть вот здесь, то есть, по сути, про элемент задания, вот в этих текстах сказано все. Вот я могу вам вполне, вот про аннотирование тут написано, я могу вам вполне это дело рекомендовать. Вот инструменты аннотирования, то, что мы как раз обсуждали на нашем предыдущем семинаре. То есть это можно было бы рекомендовать именно в качестве учебного материала о том, как делать контрольную работу. Спасибо. Пожалуйста. Вот многовариантная работа тут. В общем, мы постарались это дело, то есть, видите, работа для многих групп. То есть как создавать группу для варианта контрольной и так далее. То есть как сделать автоматическое создание групп для контрольной. Потом после контрольной можно, как бы, и в принципе, после того, как оценки будут сформированы. Эти группы можно и расформировать, а можно и оставить. Все равно останутся эти группы в предыдущем семестре. Там последний текст, он посвящен тому, как создавать экзамен. Устный экзамен. И это как раз текст про то, каким образом делать видеоконференции сибиблиобат. Так что эти четыре текста, они на самом деле закрывают, ну, добрую половину функционала системы вообще. Так что про контрольные у нас есть очень хорошее, Ну, скажем так, эту информацию я готовил. То есть я писал во время всей этой коронавирусной истории в преддверии майской сессии. Ну, я скажу так, что некоторые кафедры мне потом написали, что спасибо огромное за вот эти тексты. Они для нас оказались буквально спасением. То есть они с помощью этих текстов проводили контрольные и, в общем-то, были очень довольны. Вот такой вопрос. Если возникает техническая проблема при установке, например, программы Movavi, просто я получил код активации, а при попытке, она блокируется через BrandMauer. Я посмотрел, и там вроде как я все отключил, все равно не устанавливается. Ну, если это ваш BrandMauer, то даже странно. Честно говоря, я впервые слышу, чтобы BrandMauer, чтобы Firewall мешал... Значит, давайте я закончу ответ про контрольные работы. Не знаю, не знаю, чем, честно говоря, вам помочь здесь. У меня был другой вопрос. Кто-то мне сообщил о том, что вот эта наша поддержка, точнее, вот этот подарок от Movavi, он закончился. То есть теперь вот мне в воскресенье написали о том, что они попытались скачать Movavi, вот, и он не активировался. Честно говоря, я сегодня хотел... Попросил денег подписаться. Полторы тысячи. Я понял. Ну, я вот что скажу. Мы попытаемся, если это так, то есть если Movavi перестал активироваться, вот по нашему коду, мы свяжемся с Movavi, мы всего лишь использовали порядка 70 лицензий, не так уж и много, и стоят подаренные тысячи. Ну, и мы попросим продлить эту программу, потому что у нас продолжается коронавирусная история. Вот. Я думаю, что нам пойдут навстречу, потому что Movavi, ну, это действительно такие там приятные люди работают. То есть не крохоборы из Айспринга, а, в общем-то, люди достойные. Поэтому я думаю, что вы пока не платите эти полторы тысячи, там все равно есть пробный период. А мы тем временем решим проблему с его активацией. То есть я попробую выяснить, действительно ли он не перестал активироваться. Если это так, завтра же начнем решать эту проблему. Вот. Ну что ж, коллеги, спасибо большое вам за внимание. Мы, конечно, не добрались сегодня до тестов, но у меня изначально были некоторые сомнения, что получится. Мы до них непременно доберемся, потому что для многих из вас тесты, это могут казаться достаточно полезной и важной темой. Хотя не для всех. То есть я хорошо понимаю, что именно тесты, они не во всех предметах, они являются эффективной формой аттестации. Но в некоторых являются. Опять же, если сделать его правильно. Поэтому, говоря о тестах, мы немножко поговорим о теории того, как, собственно, делать тест правильно. Ну и потом перейдем уже и к практике. Так что вот следующее у нас упражнение, точнее, следующий семинар у нас будет посвящен именно вопросам тестирования, вопросам автоматической проверки. Это будет в пятницу, да? Да, вот спасибо, что напомнили. Значит, следующий семинар у нас в пятницу. В среду семинара не будет. То есть мы сейчас переходим на такой более разреженный режим ведения семинаров. Это планировалось изначально. То есть мы, концентрировав вот в течение этих трех недель, двух недель, по три занятия в неделю шли именно для того, чтобы вам дать первоначальный минимум, который позволял бы вам начать работать, во-первых, из дома с видеоконференциями, во-вторых, с системой LMS MIPTru. Но теперь уже можно перейти в более спокойный режим работы. Вот, и следующее занятие у нас в пятницу. В пятницу в 18 часов. В таком случае позвольте, позвольте, наверное, на этом закончить наше сегодняшнее занятие. Мы сегодня отзанимались полноценные два с половиной часа. Кошмар какой. Вот, ну, извините, так уж вышло. И до встречи в пятницу. До свидания. Ну, мы сами виноваты. Вопросы задаем. Правильно делаете. Правильно делаете. Большое спасибо. Спасибо вам, коллеги другие. Спасибо. Спасибо вам.